Я не ошибусь и скажу, что это грозит маленьким Чернобылем. В Довлеканонском районе крупная башкирская компания хочет построить свеноферму. Местные жители вместе с главой сельсовета выступают против такого соседства. Все ли так просто, как кажется на первый взгляд? И на чьей стороне правда? На встречу с местными жителями деревни Ивангород пришли депутаты Курултая, общественные и партийные деятели. Главу района здесь не видели давно. Вместо него пришел заместитель. Говорит, что ни о каком строительстве речи не идет. Пока строительство сельсовного комплекса речи не идет, правильно? Нет, абсолютно. Никаких работ и заказчиков ничего не проводится. Даже документов еще нет. Где? Где они ведут? Где? Вообще документов нет. Плана работы, смертных документов еще нет. А собрание, то, что сход в собрание граждан было, это по поводу строительства дорог. После развала колхоза местные жители получили земельные паи по 8 гектаров. Кто-то начал работать на этих участках, кто-то отдал их в аренду местным фермерам. Теперь, по словам сельчан, представители башкирской мясной компании уже начали скупать у людей землю. Администрация Довлекановского района выступает за строительство свинокомплекса. Это дополнительные инвестиции в район. Но из-за непонятной ситуации с землей все деньги могут уйти в карман тех, кто переступает участки. Инвестиции это когда, это местные дополнительные финансирования, что-то развивать. А в данном случае у вас отбирают, отдают другим. Это уже рейдерство называется. Поэтому слово инвестиции как-то она не подходит. Если вы дружно так же будете оставить свои интересы и добиваться идти до конца, тогда у вас все получится. Потому что вы не нарушаете законы, нарушает именно свинокомплекс. В один момент градус зале накалился. Местные жители, увидев представителя администрации, эмоции не сдерживали. Мы зашли в главе администрации туда. Он нам ответил. Чего вы ходите? Чего вы ходите? Кто вы такие? До чего вы дошли? Если не можете, у кого-нибудь... Зачем сидеть на этом стуле, занимать место? Отдайте молодому, перспективному человеку, который будет головой думать на будущее, а не одним днем жить. Когда вы успокоитесь, почему вы гнобите наших фермеров? Рассвет, там же лес сплошной. Что вы сделаете, если туда появится свинарик? И шестая, что вы сделали? Тут говно по реке плывет. Вы когда уймете все бессовестные? Местные жители опасаются, что отходы от свинокомплекса уничтожат плодородные земли. Рядом с деревней река, а чуть дальше озеро Ослый Коль. Если отходы попадут в водоемы, может случиться экологическая катастрофа. Глава сельсовета сдаваться не собирается. Так делать нельзя с землей. А если так будет продолжаться, то здесь будет свинарник и дальше. Здесь никакой деревни, никакого жилья здесь в жизни не будет. У нас есть кому обрабатывать земли. У нас есть кто их делает нормально, выращивает. Я буду стоять до конца, чтобы здесь не было свинофермы. Своим видением ситуации поделилась Руфина Шагапова, лидер партии «Зеленые». По ее словам, необходимо найти баланс между экономикой и экологией. При правильном подходе, выборе места. Конечно же, мы только за строительство этого комплекса. Но тут и место должно быть правильным. И никаких экологических катастроф прогнозироваться на завтрашний день не должно. Пока я, конечно, не утверждаю, документов у меня на руках нет. Но из того, что мы видим, из того, что мы слышим, вот это прогнозировать уже несложно. Вопрос встает еще по поводу паевых земель, о законности передачи, то есть вот эти вот, как они менялись, собственники менялись на этих территориях. Это, я думаю, должны уже разбираться правоохранительные органы в законности всех этих сделок. Представителей башкирской мясной компании на встрече не было. Мы направили в их адрес официальный запрос с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. В начале февраля планируется публичное слушание по строительству свинокомплекса. Глеб Безбородов, Никита Бычков, Городской телеканал ЮТВ.